Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Игорь. И это не шорт, вы не поверите, а это разбор партии между Ильичен Хо и Гули. Да, как вы могли догадаться, партия не самая свежая. 18-й кубок Фуджитсу давно почивший, естественно, партия 2005 года. Китаец, естественно, играет белыми и Ильичен Хо играет за черных. Давайте смотреть. С самого начала Кулизис придерживался тактики, у него была тактика, он ее придерживался, только высокие камни. Ошибка, само собой, с Сан Сан там лучше, Кари лучше, все что угодно на свете лучше. Ну да ладно. Ли здесь, соответственно, так, тут они оба Ли, да? Давайте лично Хо здесь, естественно, тоже небольшая ошибка. Все-таки тут довольно-таки тесно, уже много камней, поэтому сверху слева, или сверху справа было бы интереснее играть. Но в то время меньше заморачивались. Ну, не скажешь, что прям какие-то грубые ошибки, да, там пара процентов по 3-5 каждый ход ошибка. Ну, такова была мода. Ну, и Гулизис, естественно, играет на влияние. 5 ходов, которые он сделал все по четвертой линии, высоченные. Ну, как вы знаете, он играет весьма активно, а Личен Хо в тот период времени был надел сильнейшим игроком на планете. Ну, или, ну, окей, может, там Пальмам Пермса потихонечку начинал уже отступать, там Гули или Сидолю. Ну, вот, но все еще топовый топ. И, естественно, был очень хорош в мирных играх. И поэтому против него играть спокойно просто было категорически нельзя. Любую спокойную игру он, конечно, бы выигрывал. Поэтому надо играть активнее. Гули это прекрасно понимает. Строит большие зоны, поэтому спормистарается. Вот, и рассчитывает на какую-то драпу. Протонучил. Личный ход тоже протонучил. И двойное какари. Черный прилип. Совершенно нормальный ход. Весьма, казалось бы, модная вариация может здесь получиться. Вот, но сейчас основной ход это прилипание. Такой вариант. Иногда Сан Сан играют. Тоже единственных вариантов. Вот, но здесь после прилипания было сыграно клинивание за черных. Но правильно все-таки сюда. И дальше, соответственно, какой-нибудь такой вариант может получиться. Совершенно нормальный за обе стороны, разумеется. Белый более-менее стабилен. Но черный справа успел развиться. Получил крайне полезный камень А. Камень ВЦ можно дальше как-то душить, давить. Санта для занятия. Ну, по-моему, не Сан Сан, но большого пункта. А-ля Ф или Е. Все было бы ок. Но в партии было вклинивание. И на самом-то деле это ошибка. И классическое доигрывание, к которому все всегда играют. К которому все максимально привыкли. Здесь они его тоже сыграли. Но на самом деле тоже ошибка. Здесь работает лесенка. А в данном случае, как видно, она работает. Потому что с ней у слева стоит камни белого. На самом деле правильно соединиться. Идея в чем? В том, что если оппонент сейчас сыграет Хана, то это как бы уже не Атари. Вы понимаете. Это просто не Атари. А вот в этом варианте это Атари. Поэтому это куда более Сантово. Куда более Сантово. А здесь надо защищаться от разрезания. Поэтому черт, собственно говоря, это и делает. Но тогда белый играет уже другую форму. И эта форма чуточку лучше. Потому что нету на Зоке. И нету вот этого поворота в Сантово. То есть черный сюда конечно сходить-то может. Но это ни разу не Сантово. И поэтому толку от этого. Поэтому черт, скорее всего, зажмет. Ну и белый как начинает бежать. Происходит какая-то борьба. Все интересно. Все нормально. Играем дальше. В партии, естественно, классическое Джессейки. Но что важно понять, что Эдхот всегда Сантово. Эдхот всегда Сантово. Тут возможны различные опции. Поэтому все-таки это небольшая, но ошибка при рабочей лесенке. Вот. Дальше, в принципе, за белых самолей стоило бежать с этим камнем. Сразу же не стесняться. Здесь совершенно нормальная позиция. Ничего страшного здесь не происходит. Форма забавная, но она особо не режется. Ну, потому что тут составляется Надзоки. И, собственно говоря, убил. Все прекрасно. Белый соединился. Белый доволен. Пытаться порезать это весьма сомнительное удовольствие. Ну, такой ход внезапно оказывается. А кто кого, собственно говоря, порезал? Потому что это Атари. Конечно, это такая борьба формальная. Но, в конце концов, игнорируется все, что угодно на свете. И черную эту партию уже выиграть никогда в жизни не сможет. Поэтому не режется. Спокойно. Белый здесь может бороться. Никаких трудностей, ничего нет. Ну, вместо этого решился играть Тануки. Но, опять же, идея на влияние. То есть не хочет бороться прямо сейчас, гулив. Хочет сначала создать себе зону, и потом уже в ней бороться. Ну, можно было бороться сразу. Просто в зоне оппонента. Черный, в принципе, мог бы и доиграть справа. Большая очень точка. Само собой. Ликвидирует то самое Адзи. Уже так просто. Ну, такой ход меня делал сюда. Тут уже и двойной охраны. Как бы белый ловит. Бежать становится намного сложнее. Поэтому прыжочек окей было бы. Вот. Но лично ход. Опять же. Парень простой в этом смысле. Хочет просто стабилизацию максимально быструю. Ну, а ты поэтому... Просто не хочет вообще не дать никакой большой зоны. Сразу же играет как карри. Уменьшает ее. На корню, скажем так, пресекает любые проблемы. Ну, гули продолжают строить большую левую сторону. Но важно понимать, что у нас все-таки есть дырки. А, Б. Коменды не будут использованы. Но пока что надо снизу побороться. Потому что очевидно, что... И у черного непонятные камни. И у белого непонятные камни. У всех все непонятно. Ну, по итогам поборолись. Черный, конечно, максимально ослабил камень А. И, как следствие, в БЦ уже не тует так много территорий. Но зато СЛД, как следствие, группа становится стабильной. Так что это абсолютно такая нормальная вариация. С прилипанием и кросскатом. Атари в длине, это тоже весьма стандартный паттерн. То есть прорыв, обмен на камень. Дальше черный доигрывает справа. Хотя можно было все так же выпрыгивать. К примеру, в Е. Но решил сыграть через прилипание ног. Сейчас, как мне не особо нравится, потому что такой ход будет. И не так много территории дает. Хочется более амбициозно это считать. Белый тавит на группу снизу, потому что не до конца глазная паттерна сформирована. Но черный тоже пытается играть в контр-игру. Потому что белый тоже здесь нестабилен до конца, по крайней мере. Поэтому все друг друга атакуют. Все, как мы с вами любим. Вот и дальше. Следовала первая серьезная ошибка. На самом деле просто сыграть вот так. Успеть занять большую точку. Да, два камня там может быть отъесть. Но черный в том случае уже укрепился. Ты даже сбился в спорте. Просто супер медленно. Зона у черного справа по 5 ленився равно. Как бы плюс-минус будет существовать. Ну и дальше уже любая большая точка занимается. Это слегка в пользу черных было бы. За счет скорости. Вот у меня всегда началась драка. В результате которой Ичин Хо очень грубо ошибается. Вот белый нам было здесь просто удлиняться. И все было бы окей. То есть он допускает усоединение. Но что важно понимать, что форма у черного сорного таза. У белого тоже она казалась бы оттаза. Но здесь нужно как-то реагировать. И на самом деле совсем понятно как. То есть на такой ход. Там отаре прилетает, отаре прилетает, отаре прилетает, отаре прилетает. Это и померяем все лепешечками. Чай лепешка лучше. Но это важно понимать, что пока это сжатие происходит. Белый укрепляется. Как следствие, в углу у него больше классного пространства теперь. Вот он начал оставил сюда. Проверит, как клиент ответит. И после этого решил доигрывать. Да, то есть теперь в чем проблема. Если пойти на тот же вариант. Ну вот тут срочно надо как-то реагировать. Так он примерно ключе. Вот ну типа у белых тут что-то. Санта даже обменял это. Вот, но все-таки обмен отрицательный. Слеганьца. У нас в черном все-таки укрепился. Вот, но это не идет ни в кое сравнение с тем, что сделал дальше ключинку. Здесь ошибся. Нам было играть просто блок. И здесь ничего страшного не происходит. Потому что белый обязан защищаться и доигрывать. Обязан защищаться против этих камней. Потому что у них все-таки три степени. И у белых было бы 200. У черных ходил в N4 сам. То есть здесь сейчас нет времени ни на какую прибулку. Ну, окей, это ход санта. Но это уже как бы не санта. На такой вот можно просто научить. И внезапно белый умер. Партизи заканчивается. Черный соединился с камнем. Разума, а у белых две славы группы. Вот, вместо этого было сыграно пустоугольника. И это было мега отвратительно. Просто потому, что они погибли. Но позиция черных очень сильно дефективна остается. Остается дырка ВА, дырка ВБ. Поэтому приходится с ними смириться. Вот если защититься, то это ГОТА. Но это еще более обидно. Это черный встает. Белый слишком доволен тем, что по факту бесплатно заел вот эти камни. Который черный только что создал. Да, черный укрепился, но... Казар белый укрепился. Да, черный укрепился, но белый укрепился в сенте. Он сожрал камни в сенте. Это всегда приятно. Поэтому приходится терпеть. Но те дырки, которые показал чуть ранее, они остаются. И поэтому белый здесь впереди. Причем весьма ощутимо. Там очков на 6-7. Это много. Дальше такой необычный ход. Можно было на самом деле прилипнуть, чтобы сохранить единство и целостность. Не стал. Ладно, пускай. Вот и дальше началась борьба. Белый дает очки сверху, но взамен укрепляется для атаки центральных камней. Еще по разумеется, все прекрасно понимает. Ты играет максимально крепко и надежно. Белый тоже укрепился. Черный продолжает бежать и укрепляться. Стандартный идей с прилипанием. Стабилизирует здесь форму. Кореец. Вот и дальше последовало удлинение, которое белый решил играть активно. Решил блокировать. Вот и дальше, как это ни странно, но пропустой треугольник и второй раз грубейшая ошибка. В партии было простое удлинение. На самом деле надо было, конечно, прыгать. И на прыжочек ничего плохого здесь не происходит для белых. Потому что никакое сжатие, оно здесь толком не работает. Надо здесь срочно доигрывать. Но у группы черных слева могут быть некоторые трудности. Не так просто что-либо сделать. Можешь просто единиться, к примеру. На вход с ронтом. Белый же, ну, немножечко пострадает, но тут так сильно рядом. Ну, как бы, белых это особо не заботится. Слева всю территорию удержал, группа черных слабая, непонятная. Вот, естественно, очень сложно будет закрыть зону справа при наличии такой слабой группы. Но вместо этого было сыграно пустоугольненько. И черный укрепляется. Белый обязан защищаться слева, иначе там всякие прорывы начинаются. Здесь желательно было тоже, на самом деле, защититься. Ну, вот, но тогда тут было бы сыграно прилипание, и все жутко форсировано, потому что меня очень мало. Но тут, это, по сути, жертва, что у белых есть такой гениальнейший ход. В результате которого, на что, собственно говоря, делать. Правильно, конечно, сюда сходить было бы. Но тогда получается, что белый просто просто может потом здесь сходить. Да, это умерло, но это умерло в центре. Как говорится, не умер, пожертвовал. Снизу стоит большой ход, потому что белый был мертвый, а теперь черный мертвый. И при этом, опять же, сент это круто, белый впереди. Если же, если черный просто доигрывает здесь, вместо свиста вот этого хода, то этот обмен очень сильно положительный, потому что тут идет вклинивание, и начинается ко, причем очень бесплатно для белых. Белый может соединиться, и если черный соединяется здесь, то внезапно кажется, что тут просто лесенка, да, и все очень печально. Поэтому надо как-то реагировать. Но тогда коу-гроза есть. Как коу-роза воспринимается. Такой ход, может быть, заблокируем. На пробитие мы играем сюда. И это коу-гроза. В следующем ходу грозится Атари. Что делать? Сюда играть? Окей, пробили. Сюда играть? Окей, защитились, пробили. Но это снова Атари. Ну вот и тут внезапно оказывается, что все не так радужно. Нету хорошей коу-грозы. А даже если ее найти, там, сюда что ли. Ну, хотя, ну, это игнорируется. Здесь можно соединиться. И на дружочек блок, на такой ход сюда. И даже если пытаться вот это сейчас, как-то, с флоп да есть, то это все не так просто. Потому что так. Не так, вот так, вот правильно. Так. Если сюда, то уже спи не хватает. Если внешнюю степень сокращаем, то следующим ходом черный обвязан рез, иначе белый соединиться. Но черный номер. Поэтому здесь очень грустно становится. За черных партий здесь закончилось. То есть, благодаря вот этой вставочке мы генерируем коу-грозы и грозимся просто просто отрезать центов все это действие. Так делать нельзя. Поэтому приходится, пришлось бы допустить этот обмен. Но это было бы неплохо. Правильно, как вот так вот доедать, если что. Почему? Ответьте в комментариях. Вот. Ну, вместо всего этого, белый просто прыгнул. Но проблема в том, что тут очень много дефектов. Очень много разрезаний. Удар. Ну, просто толчок создает сразу две точки слабости. Очевидно, А, Б плюс удар в дальней поиске, и мы ходим в С. И позиция белых сейчас здесь трещает по швам. Прям трещит с таким смачным звуком. И внезапно оказывается, что угол можно отъесть теперь белый. Но для начала черный хочет немножечко заботиться о камнях в центре. Белый этого не хочет допускать. И происходит размер. Черный включает по муке. И сенту. А белый, соответственно, должен здесь защищаться. Да, камни в центре практически полностью мертвых. Хотя там все еще есть адзи. Но черный успевает здесь сыграть в Маккаре и забрать угол. Поэтому партия здесь становится в слегка пользу черным. Обмен вышел очень хороший. Пустоит треугольник. Вновь не сработал. Что это что? Что они всегда-то суды, что ли? Сейчас обидно было. Ну ладно. Белый понимает, что встает. Начинает играть активно. Торгается. Отлично ход подумал, что это сента. И как на самом деле это, разумеется, сента. Потому что на любой другой ход здесь сюда. Если так, то внезапно оказывается, что черный здесь стоит неплохо. Здесь все не так радужно. Можно все изначать наоборот отсюда. Играют здесь, то большая потеря. Срезать нельзя. Тепени не хватает. Белый умирает целиком. Но на самом деле ход не такой большой. И белый перехватывает инициативу. Понимаешь, что этот хвостик, аппендикс вот этот, можно и потерять. Поэтому начинает борьбу на правой стороне. Борьба, конечно, дичайшая. Очень сложная, как по мне. Но это жигули. И он понимает, что нужно бороться. Чингхоз, естественно, играет прыжочек. Старается этой группы выжить. Но на самом деле все, что ему сейчас нужно было сделать, это не делать ничего сложного. Нам можно просто пока что съесть этот камень в центре. Белый ассесон доигрывать. И черный может сыграть слева. Возникла бы такая последовательность. Развать, который... Ну, просто рушится территория. В очень большом количестве. Черный успевает слева. Все это уменьшит. Дальше какой-нибудь такой ход будет. Центр тоже весь прибыль. Знаете, это тоже своего рода прибыль. И это все неплохо для черных. И справа черный сразу успеет как-то побороться, пободаться. Ничего страшного там не будет. Все, справа это не территория белок. Ну, как бы не стопроцентная. Далеко не стопроцентная. На том, что это начинается драка прямо здесь и сейчас. Она, в принципе, неплохая. Да, черный свет заботится. Тем более, у белых еще справа есть слабость соединения. Казалось бы, у этого права еще и сверху. Вот так сверху сейчас лично Хонов продемонстрирует очень крутую атаку. Мне прям очень понравилось. Можете запаузить, подумать, что здесь будет до судья. Мне понравилось. Не сказать, что сложно, но прикольно. И вынужден белый здесь выживать. Хотя, шорт, вспомните, господа, недавно был. Я ни на что, конечно, не намекаю. Но даже Гули, великий и ужасный, не стеснялся играть правильно. Будьте как Гули. Окей. Белый выживает. Черный провел очень хорошую комбинацию в Сенте, что самое важное. Сверху, соответственно, получил полезные камни АБ, которые забирают территорию и все такое прочее. Однако дальше я вообще не понял, что это было. Это был бред, откровенно. Ну, что здесь можно было придумать? Можно было просто выжить камнями справа. Угол же все равно выживет. А здесь никаких проблем. Черный просто соединяется центральными камнями, потому что у меня не только. Вот эта шурупа не до конца живая была. Черный сейчас добавляет вход, она до конца живая становится. Но черный настолько живой, что он даже этот ходит. На цоке этот может проигнорить. То есть и группа справа, и группа в углу. У черных живые, здоровые. Ничегошеньки не угрожает. На черных даже здесь может успеть соединиться. Но вместо этого я не понял, что произошло. Черный просто дарит камень. И посмотрите на эту форму. Что произошло, боже мой. Понятное дело, что дальше белый дует от Ари. И если бежать с этими камнями. Я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем, что это просто никогда в мире это не может быть хорошо. Да, если может прямо сходить сюда. Если он соединяет, то мы вообще все это отрезали. Представите на то, сколько очков совершенно бесплатно, без регистрации смс, белый получил. Вот просто в центре, из ниоткуда. Пара черный просто соединялся там по второй линии. Сумеется, это тихий ужас. Поэтому не хочется отдавать лично пользусь этот камень. Но, по сути, он просто на халяву отдал камни Бейцекера только что создал. Какой-то был очевидный просчет Мистрит или еще что. И в итоге он соединяется по второй линии. И преимущество белых снова очень большое. Максимальные качели в этой партии. То белый лидирует 5 очков, то черный лидирует 5 очков, то белый лидирует 5 очков. Как вы думаете, сколько еще качелей будет? Смотрим дальше. Бел сейчас защищается. Черный. Переходит в Йозда. И к этим проблемам по соединению двух камней, что здесь сидеть нельзя, как вы понимаете, из-за разрезания. Потому что на такой ход МИАИ между С2 и С4. Никаких проблем. И черный что-то вынужден отдать. Поэтому приходит здесь уединяться, чтобы двушку не превратилась в четырешку. Белый продолжает гнобить эту группу. Приходит соединяться максимально пассивно. Теперь здесь небольшие трудности. Приходит добавлять вход по первой линии, чтобы там более-менее комфортно жить. И все, переход в Йозда. Но проблема в том, что лично ходит и не Гули. И в Йозда он просто играет. А Гули, он понимал, что вставал. Просто учил очень большой вход. Это большой подход, само собой. Он понял, что он встает, и он просто взял и вцепил свой единственный шанс. И использовал на полную катушку. Победил. А лично хоб просто пытался поиграть в Йоза. Понял, что оттуда он уже не отыграет 6 очков. Это слишком много. И сдался. Вот она разница характера. Не говорю, что у лично хоб характера нет, разумеется. Но разница стилей. Гули понимал, что отстает. Взял, вцепился клыками, зубами, когтями. И не отпустил. Ищен Хо отстал. И как бы все. И как бы все. Такая же получилась партия. За двойным камбэком. К сожалению, интриги здесь больше не было. Я попытался ее создать. Но камбэка было всего лишь 2. Но последний камбэк был за Гули. Ну и на самом деле, наверное, на этом по этой партии у меня и все. Надеюсь, она понравилась. Классическая. Без этих новомодных, старомодных сан-санов. С игрой по четвертой линии от Гули в самом начале. Мне лично понравилось. Да, много было ошибок. Постоянно с современными партиями. Но оттого даже более интересно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До новых встреч, друзья.